Всем привет, с вами Денис Мейджор и сегодня я расскажу вот о таком геймпаде для SNES Classic Mini и не только. Геймпад беспроводной и, как видите, здесь подозрительно много кнопок и различных тумблеров. Для чего они нужны, вот сейчас я и расскажу. Итак, этот геймпад называется Wireless Fighting Commander и это официальный лицензированный геймпад, но разработанный не Nintendo, а фирмой Hori. Если вы давно смотрите мой канал, то, наверное, уже видели несколько аксессуаров от Hori. Действительно, компания выпускает такие необычные штуки и, что особенно интересно, лицензирует их у производителей консолей. И данный геймпад интересен по двум моментам. Ну, еще есть третий момент, это цена, но с ценой как раз скорее наоборот, потому что геймпад дорогой. По-моему, он стоит около 2000 рублей, что довольно дорого для геймпада. Поэтому кричать, ну-ка все быстро купили, я не буду, хотя я вообще так никогда не делаю. Я вообще никогда не говорю, ну-ка побежали, все все купили. То мне иногда пишут, вот там какую фигню ты делаешь обзор. Ну так, чуваки, это обзор. Я для того и снимаю обзор, чтобы вы поняли, фигня это не фигня, нужно оно вам или нет. Короче говоря, геймпад Hori для SNES Classic Mini. И поскольку формат подключения геймпада аналогичен тому, что было на Wii Remote, то есть на Wii Remote для Wii, для Nintendo Wii U, то и с ними он тоже, кстати, совместим. И да, с Wii U я проверял. Я проверял на Super Mario Maker, по-моему, еще то ли на Yoshi's Volley World, то ли на какой-то игре платформенной, действительно геймпад работает. В общем, у нас здесь есть вот такой передатчик-приемник, приемник скорее, который мы подключаем в саму консоль. Туда, в тот порт, куда бы мы подключали обычный геймпад. Вот этот беспроводной геймпад работает на двух пальчиковых батарейках. Две батарейки нужно поставить, в комплект они не входят, что, кстати, тоже небольшой минус все-таки. Далее, что у нас тут есть? Смотрите, во-первых, кнопки L и R дублируются вот рядом с кнопками Y, X, A и B. То есть это именно дубль кнопок, это не отдельные кнопки, их нельзя там на что-то запрограммировать, но это для удобства тех же файтингов. И если вы используете свою SNES Classic Mini как такой универсальный эмулятор, вы туда закачали эмуляторы там той же SEGA, то вы можете, не знаю, там Mortal Kombat играть, ну, гораздо удобнее, чем на обычном геймпаде SNES Classic Mini. Тому, что у вас кнопки уже не только здесь, но и здесь. То есть они и здесь, и здесь. Далее, смотрите, вот этот блок вот таких переключателей. Верхний блок, это такая довольно интересная штука. Поначалу кажется, типа, о, здесь какие-то куча режимов, блин, это прям как панель управления космическим кораблем. На самом деле нет. Каждый переключатель отвечает за какую-то одну кнопку. И, по сути, вот этот переключатель, каждый из них может занимать три позиции. По умолчанию все они стоят в нулевой позиции. Ну, это как бы работает, как обычный геймпад, типа, выкл. Когда мы любой из этих переключателей двигаем в среднюю позицию, он в ней фиксируется, это режим турбо. В этом режиме, когда мы нажимаем на соответствующую кнопку, происходит турбо-действие. Ну, как было на Dendy с турбо-кнопками. То есть, как будто бы вы постоянно нажимаете на кнопку, отпускаете, нажимаете, отпускаете, нажимаете, хотя вы ее просто держите. Ну, и третий режим, самый верхний, когда вы переключатель в самый верх подвинули, это режим автоматического турбо. То есть, вы даже не нажимаете на кнопку, но в консоль посылается сигнал, что вы на нее постоянно нажимаете. И вот эти вот все шесть переключателей отвечают за все шесть кнопок. A, B, X, Y, L и R. Напомню еще раз, что L и R у нас продублированы. А нижний переключатель, он отвечает за кнопку старт. Он уже работает немножко по-другому. Он всегда, когда в режиме не выкл, то есть, в режиме не нижней позиции, он всегда работает как автоматическая турбо, и он автоматически нажимает кнопку старт. На единицу он нажимает ее медленно, на два он нажимает ее быстрее. Это для тех случаев, если вы хотите отрабатывать по кадровому удару или по кадровому нажатию кнопок. Можно сказать, что это что-то типа чита. Именно поэтому у геймпада и название Fighting Commander, потому что больше всего, конечно, это пригодится в файтингах. В том же Street Fighter комбы делать довольно сложно, и вот этот геймпад с этими различными режимами работы, с переключателями, с дублированием кнопок может помочь. Ну плюс он еще беспроводной, то есть вам не нужно его подключать проводом. Нажимаются кнопки довольно удобно, в этом смысле проблем никаких нет. Практически аналогично оригинальному геймпаду. Эргономика тоже практически аналогична, но за исключением вот этого горба. Ну и то, что сам геймпад тяжелее, из-за присутствия в нем батареек. Но есть все-таки еще два момента, скорее даже два недостатка, о которых я бы хотел поговорить. Первый момент это расположение вот этих вот четырех кнопок цветных А, Б, Икс, Икс. На стандартном геймпаде эти кнопки расположены как вершины ромба. Здесь, как вы видите, они по-другому расположены, то есть прямая соединяющая кнопки Икс и Б, она наклонена, в отличие от стандартного геймпада. Что это означает на практике? На самом деле для разных игр это, конечно, разное имеет значение, где-то вообще не имеет значения, но, например, в Super Mario World играть не очень удобно. В этой игре, чтобы бежать, нужно удерживать кнопку Y и прыгать кнопкой B. На стандартном геймпаде с NES-овском это довольно удобно. А на этом геймпаде получается, что палец нужно держать вот так. Немного как-то неудобно и непривычно. Второй момент. Мой любимый инпут-лаг. Конечно, я не мог не замерить инпут-лаг этого геймпада. И, да, сразу говорю, я замерял не абсолютный инпут-лаг, я замерял разницу инпут-лага стандартного проводного геймпада и этого. Поскольку мне постоянно пишут какой-то бред в комментах про инпут-лаг, я сейчас кратко просто обозначу, почему так. Смотрите, когда мы замеряем разницу инпут-лага, то нам, в принципе, не важно, на каком железе мы это делаем, на каком там телевизоре. Даже если у самого телевизора дикий инпут-лаг, если это один и тот же телевизор используется для того и для другого измерения, то мы все равно получим одинаковую разницу инпут-лага. То есть общий инпут-лаг, он будет складываться из инпут-лага телевизора и инпут-лаг геймпада. Инпут-лаг телевизора постоянный, то есть разница в инпут-лаге у нас всегда будет одинаковой, если мы используем одинаковый телевизор или там монитор для измерений. То есть все у нас одинаковое, только геймпады разные. Так вот, по сравнению со стандартным проводным геймпадом от SNES Classic Mini, у этого беспроводного геймпада инпут-лаг составляет от нуля до пяти кадров. Именно от и до, то есть инпут-лаг непостоянный. Вообще в последнее время, тестируя различные беспроводные, особенно геймпады, я замечаю, что у них не постоянный инпут-лаг. То есть ты нажимаешь кнопку, а реакция на экране, она происходит в разное время. То есть она может произойти раньше, может произойти позже. И при сравнении вот этого геймпада с проводным геймпадом у меня так и получалось, что то они реагировали одновременно, то была разница там в один-два кадра, ну а максимальная разница, которую я заметил, это было пять кадров. Конечно, пять кадров это много, учитывая, что сама SNES Classic Mini имеет инпут-лаг около двух-трех кадров, еще там пара кадров, пара-тройка кадров, телевизор. Если мы прибавим к этому еще инпут-лаг вот этого геймпада до пяти кадров, по сравнению с обычным геймпадом, то будет, конечно, не очень хорошо. Но, как я уже говорил, критичнее всего инпут-лаг Super Mario World, в который все равно не очень удобно играть на этом геймпаде, как я сказал ранее, и в Super Metroid. То есть даже в Contour, в принципе, даже с высоким инпут-лагом, я лично играю без проблем. Про файтинги тут я не скажу, потому что я небольшой спец по файтингам. Да, я в них иногда поигрываю, но в целом это лучше, пусть об этом скажут те люди, которые постоянно играют в файтинг. Все-таки этот геймпад сделан в первую очередь для них. Тем более, что в стандартный набор игр для SNES Classic Mini входит Street Fighter. В принципе, об этом геймпаде мне больше нечем вам сказать, потому что батарейки у меня до сих пор не сели, и я не могу ничего сказать об автономности. По дальности сигнала, ну, на 2-3 метра я без проблем уходил от консоли с этим геймпадом. Так что у меня на сегодня все. С вами был Денис Мейджор и обзор геймпада Wireless Fighting Commander для SNES Classic Mini. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. Не забывайте, что у меня есть стримовский канал, ссылки на него также в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Вы помогаете этому каналу становиться лучше. Кстати говоря, многие видео выходят для патронов немножко раньше, чем для всех остальных. Ну и спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Пока.